МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, он тянул свои ручонки и говорил, мама, мама! Остановитесь здесь, пожалуйста. Да, поедем сейчас в дом актёров. Остановите, папе надо проветриться. Жаль. Твой отец не стоит того, чтобы его искать. Выезжайте, мы пройдёмся. Да, да, но я желала бы, я желала бы только бы, чтобы он посмотрел на нас, только бы посмотрел, а нашим счастьем мы с ним не поделимся. И зачем тебе отец? Подскажи дальше мне реплику. А что, опять забыла реплику? Скажи за Дудукина. Дудукин, я думал, что вы умерли. Да, нет, отчасти не умирают. И Кручунин обнимает своего сына. Иди сюда. Кто это? Островский. Классику надо знать. Да, надо знать. А ты постоянно забываешь реплики. А ты постоянно тянешь одеяло на себя. Режиссёр мне отдал бед. Господи, как хорошо, что зрители видят только, как вы играете, и не видят, как вы живёте. Вот нас сейчас снимают. Ай, да идите вы оба. А наш гонорар? А мне? Поделитесь. Верочка, ну как там у Юлечки с Виталиком? Он в последнее время ничего мне не рассказывает. Не приболел ли часом? Нет, ну что ты. Нет, скорее перегрелся. Да, перегрелся с Макаром вчера в парной бане. А с Юлечкой у них всё своим чередом, да? Он нас так часто навещает. Ой, а может мы с Ведей приедем тогда? Ну, как-то в семейной обстановке быстрее всё сложится. И благословим сразу. Что, сердце? Нет, пирог подгорает. Ой, ну беги, беги. Потом поговорим. Любочка, я тебе завтра, а? Даже вечером я тебе наберу, да? Да, милая, до свидания. Ну что, на поле боя раздавались стоны и крики мертвецов? Мертвецов, Героня, мертвецов. Спасибо, мать спасла. Ну, как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую, но плохо. И это хорошо. Так тебе под лицу и надо. Да, покозлил ты вчера, товарищ генерал. Чё покозлил-то покозлил. Нормально посидели. Отлично посидели. Ну что ты, я тебя еле доволокла до гостиной. Да. А жалко, что Любка с Федькой не приехали. Правда? А ты знаешь, Любочка вот сейчас звонила. Да. Они с Федей к нам собираются. Хорошо. Наконец-то я кортик ему вручу. Когда? Это ты у них спроси. Хотя я думаю, что они вряд ли захотят с тобой разговаривать. Чё, вы поругались? Ещё нет. Ну, когда я вчера Нине Ивановне показывала зимний сад, ты в это время засватал нашу Юленьку за Мишу. Да. А Виталика в очередной раз отправились в нашего дома на скорой помощи. А Миша, пожалуйста, какой Миша? Я засватал за Мишу, который в дом африканских самогонщиков притащил. Это были его родители. Родители. Они здесь ещё? Уехали? Уехали, слава богу. Проверь, в доме ничего не пропало. Да кроме твоей памяти всё на месте. Ты хоть что-нибудь помнишь? Всё я помню, Верония. Всё я помню. Мы пили на Бурдаршавт. А потом пили. Чего мы пили? Легче сказать, что вы не пили. Слушай, а чё, правда, Юленьку нашу засватал? Да, милый. И ухом не моргнул. Ой, беда. А где твоя машина? Другу дал. Хочет покорить свою девушку. Какой ты у меня добрый. Вот, все твои друзья тобой и пользуются. Да я просто не умею никому отказывать. Знаешь, только друзей к нам на свадьбу напросила, что я устал думать, может, нам просто тихо расписаться без лишнего пафоса. Миш, ты чё? Ну, а чё, на эти деньги съездили куда-нибудь? Миш, на свадьбу бывает только один раз в жизни. Или нет? М? Юленька, деточка, ты, главное, ты на попу не сердись и не обижайся. Он, он вчера наговорил много лишнего. И даже сам не помнит, чего именно. Серьезно? Да, абсолютно. И тебя он тоже просил серьезно подумать. Мам, вы чё там, от похмелья не оправились? Мы с Мишей поженимся, хотите вы этого или нет. Вся в тебя. Такая же упрямая. Если б я не был упрямый, я б помер тогда прям в госпитале. Так бы я стала с медсестрой и не стала бы женой генерала. О, генерал. Что, мама? Всё нормально. Ты поблагодарила за вчерашний вечер. Да? А мне показалось, что они хотят отмотать назад. А мне кажется, что это ты хочет отмотать назад. Да ты что? Если я на тебя не женюсь, то ты испепилишь меня взглядом, а твой папа сделает из меня чучело и повесит на стенке. Рядом с лосиными рогами. Ты мне лучше скажи, ты нашел ЗАГС, где нет очередей? Что? Гури. Будет. А кстати не будет. Я же лечу. Лечу по нам, Юленька, деточка, а ты ничего не хочешь нам сказать? Хочу. Говори. Хотя в принципе, что мне говорить, папа же за меня вчера уже всё сказал. Ну что ты, милая, мы не хотим на тебя давить. А вот и не надо. Я послушная дочка и сделаю всё так, как решил за меня мой отец. Мы, кстати, сегодня с Мишей подлили заявление в ЗАГС. Вот Макар. Юленька, милая, зачем так спешить? Возможно, ты ещё передумаешь. Послушайте, если вы так боитесь испортить отношения с дядей Федей и тётей Любой, то не нужна нам с Мишей никакая свадьба. Мы тихо распишемся, а Виталику скажете уже по факту, сошлётесь на мой дурной характер. Юля! Юлечка, деточка, иди сюда. Юля, мы с папой не против. За кого ты будешь выходить, решай сама. Но как ты будешь выходить, позволь решать нам. В смысле? Когда мы с папой женились в Афганистане, на мне вместо платья был белый медицинский халат. Вместо фаты кусок марли, а вместо обручального кольца кольцо от гранаты. Юленька, у тебя будет роскошная свадьба. Папа тебе это обещает. Я права, Макар? Верончик, ты всегда права. Нет. Так что, как говорится, чего тянуть резину в долгий ящик, гулять так гулять. Ура! Это тебе. Что это? Хочу, чтобы ты оценил прелести семейной жизни. Сучу, я только у ребяка мама сделала. Кстати, Нина Ивановна просила рецепт. Ну и где рецепт? Ну, мама сказала, что ж у встречи. Кстати, где они? Ну, они в доме, за городом. Нужно, чтобы мы все вместе собрались. Зачем? А как зачем? Чтобы обсудить нашу свадьбу? Я думаю, не получится. Почему? Потому что за городом это не под Москвой, это под Ярославлем. Ну и что? Туда всего три часа езды. Да. Нет. Нет. Ну да. Это до Ярославля. А там еще через лес ехать. В общем, твои доберутся только к ночи. А мои ситуации мы заночуяли. Послушай, там у нас в доме полный разгром. Мои затеяли ремонт. Представляешь? Очень смелое решение, учитывая, что они через 10 дней уезжают. Ну вот. Вот они и спешат. И день и ночь строят. День и ночь. Миша, свадьба бывает только один раз в жизни. Я надеюсь. И ради этого можно отменить и ремонт, и гаити. Договорись с ними. О чем? О том, где и когда они смогут встретиться с моими родителями, чтобы обсудить нашу свадьбу. Или ты уже придумал? что-то нарыл на этих клоунов? Ну, кем они Миша-то приходятся? Это не его родители. Это актеры Московского театра. Да ладно. Ох ты. А как я сам-то не догадался? Да. Я понял, Юль. Хорошо. И я тебе. Да будут голуби, будут. Все, целую. Какие голуби? Да мы с Юлей решили пожениться. Она беременна? Нет. Хотя, ты знаешь, я бы не отказался стать отцом. Брат, ну куда торопишься? Погуляй, молодой пока. Я люблю ее, понимаешь? Понимаю. Когда мальчишня? Что, опять нюансы? Нет. Нюансы были вчера. Сегодня это уже проблемы. Бабки нужны. Еду. Едам. Ладно. Тогда другой вопрос. Свидетелем будешь? Эй. По такому делу я всегда с удовольствием свидетелем буду. Сколько нужно? Ну, сколько сможешь. Но чем больше, тем лучше. Ладно. Придумаю что-нибудь. А это кто такой? Хозяин машины нашего клиента. У него вообще какое-нибудь свое есть? Понятно. хорошо, я буду говорить тебе все громче. Громче и с посылом. Так будет слышно? Я слышал. Я не глухой. Ну, ты постоянно разворачиваешь меня спиной к залу. Ну, хорошо. Давай я свой весь монолог буду вот так говорить. Главное, чтобы ты был фаск зрителя. Ой. Ой. Кого я вижу? А что проснулась совесть и вы принесли остаток денег? Каких денег? Я с вами полностью рассчитался. Подождите. Как полностью? Аренда костюмов, подарки, исходящий реквизит. Исходящий что? Африканская настойка. Ружье. А, извините. Это была ваша инициатива. Нет, нет. Это не инициатива. Это хорошо срепетированная импровизация. Это же мы же по вашему сценарию возвращались из Кеннии. Да, Иктор. К тому же без этих костюмов наш образ не был бы точным. Ну, он и так был неточным. И к тому же он был еще не трезвым. Не, не, не. Стоп, 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 Мишель. Мы же с ними встречались не в Третьяковской галерее, а за столом. Ну, давайте. В общем, ладно, проехали. В общем, так. Продюсерам очень понравилась ваша игра. Ну, конечно же, вы обратились к настоящим профессионалам. Да, и ничто так не греет артистов, как теплые слова продюсеров. Особенно, если они подкреплены крупными купюрами. Как точно сказано, Нинейль. Ведь мы сделали гораздо больше, чем вы просили. Мы понравились людям, которые далеки от искусства. К тому же, мы договорились о вашей свадьбе. Вот. Об этом я и хотел с вами поговорить. Продюсеры решили немного изменить финал первого сезона. Теперь по сценарию вы должны убедить родителей Юли не устраивать пышную свадьбу. О как! А сезон заканчивается вашей ссорой с Юлией? Нет, мы просто тихо распишемся. Ну, не знаю, разубедить кого-то гораздо сложнее, чем убедить. А на каком канале покажут нашу премьеру? На федеральном? Ну, на том канале, который больше заплатит. А что? Что с оплатой? Тут, в общем, все как в прошлый раз. Как говорится, утром съемка, вечером деньги. Ну, понятно. Когда съемка? Ваш ближайший свободный день. Не, ну, я не знаю. Я не знаю. Простите, но за такие деньги мой ближайший свободный день, наверное, где-то, ну, наверное, после Нового года. А, Ниночка, Ниночка, ну, скажи мне, когда ты в последний раз была на федеральном канале, а? На первомайской демонстрации. Вот. А сейчас-то у тебя будет соло? Ну, я не знаю. Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь. для вас найти какой-нибудь ближайший свободный день, а вы уж постарайтесь найти возможность для увеличения моего гонорара. Договорились. Хотела попросить тебя реплику мне это все-таки дать поточнее. Понимаешь, я не могу выйти сразу, но на бок, если ты будешь мямлить ее под нос, ты должен в меня попасть эта реплика. потому что это мохнатые мои слова, я должна выйти, выйти на раму. Послушай, я же сказал, здесь все. Ой, нет, я не понимаю, зачем выбрасывать на ветер, такие деньги. Это свадьба вашего сына, деньги на ветер, он что, вам не родной? Нет. Нет, нет, роднее не бывает. Это вам он не родной. Пока. Да этот мы все и затеваем, чтобы он стал нам совсем родной. И Шаня! А вот когда станет родным, тогда и будете тратить на него бешеные деньги, а пока это наша забота. Значит, наша забота. Вы же хотите оплатить свадьбу? Нет. Просто, Мишеньку, мы так никогда не баловали. Вы хотите сказать, что наша Юлечка балованная? Она, между прочим, у нас одна. И мы хотим свадьбу красивую. Когда я выходила за Макаром... Да-да-да, мы знаем, знаем. У вас вместо обручального кольца было кольцо от мины. От гранаты. Неважно, а вдруг молодые наступят на эту мину? А вот так! не в родные стороны. закругляться, на завтра зачет. Правильючка, зачет есть зачет. Официант, счет нет! Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу. сегодня я плачу. Нет, я. Официант, счет нет! Вы нас принимали у себя, мы нас принимаем в ресторане. Официант! Папа! Ну, что вы спорите с генералом? Хочет генерал платить, пусть платит. Я вас не понимаю. Кто должен платить по сценарию? Точно не вы. Вот теперь вы меня совсем запутали. На что сегодня не снимают? Все снимают. А где камеры? Где скрытые камеры? Там, где надо, там вы скрытые. Слушайте, Юрий Петрович, успокойтесь, идите к столу. Нет, 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 я должен увидеть эти камеры. Я не могу работать в пустоту. Я не могу работать в атмосфере скрытности. Я сам их найду. Папа, куда? Вон она где. Юрок! Ой, господи. Осторожно. Юрок, держись. Что ты так орешь, как будто снимаешься по сценарию Тарантино? А что переломок? По сценарию Тарантино вам бы давно оторвали все конечные. Что ты так прямо не знаю, даром-то орешь? Тогда уж требуй доплаты за травму. А что нас снимают? А где здесь камеры? Как вы меня достали? Женщина, у вас есть ли сейчас вы, вы не окажетесь в травматологии? Пустите меня к нему! Это твоя. Хана! Нинка, спрячь меня куда-нибудь! Куда? Под ебку? Давайте я притворюсь мертвым. Теперь начинается Тарантино. Топкалите мне морфи, я хочу умереть, мне больно! Юра! Юра, домой! Я не могу, меня съемком... Съемком? Вижу. Интересно, кто к нему снял? Ты ее или она тебя? Немедленно вставай! Ай! Я же тебе сказал, не могу, у меня рука сломана! Если ты не хочешь, чтобы к твоей руке присоединилась еще нога, немедленно поднимай! Съемка, подожди ты, ну-ка! Мишенька, сынок, спасай папку! Сынок? Так я и знала, что ты с этой лохудрой не только на сцене кувыркаешься! Ай, Несса, это не наш сын! Я здесь не чей сын! Послушайте, женщина, вы нам мешаете! У нас здесь съемка! Съемка! Покиньте съемочную площадку! Я вам сейчас здесь такое кино устрою! Где камеры? У нас снимают скрытые камеры! Вот они! Населы брали с таксистов, повез по каким-то задворкам! Как рука? Юрок! Не тревь! Будешь как маленький! Ты мое тело же! Юрок! Ой! А вы, простите, кто? А, Инесса, сестра Юрия Петровича! Сестра? Отвезите меня на наркоз! Отставить наркоз, Юрок! Ты нам нужен в ясном сознании! Нина Ивановна, везите! Куда везли? Сестра остается, она в шоке! Верунчик, проконтролируй исполнение! Да, да, еще сказали, один рентген ему сделать! А потом давление! Пасказали еще давление! Инесса, тетя Инна, пойдемте вниз, в буфет, вы там выпьете воды! Отставить пойдемте вниз, Михаил! Принесите воды сами! Тете плохо! Юлечка, давай с Мишкой вместе! Пойдем, пройдемся! Молодцы, ребята! Вперед! Я не знала, что у тебя есть, тетя! Чего еще? Я не знала! Послушай, ты спускайся вниз, а я тебя догоню сейчас, возьму папину карту у медсестры. Так значит, ты не погиб в Афгане! Инесса, я все объясню! Алло, Гарик, срочно забери меня из 50-й больницы! Нет, тут плотное событие просто зашкаливает, я потом все расскажу! Макар Ильич, Вера Васильевна, спасибо вам большое, мы едем домой! Руком мыть! Вот! Правильная мысль урок! Едем все к вам! Папа! Все, папа, папа, примем посудочке и домой мы ненадолго! Какое ненадолго? И мы еще в Ярославль возвращаться! В Ярославль? Да, тетя Инна, вы что забыли? У нас дом в Ярославле! Дом? Да, дом по наследству от отца остался! Какого отца? Вашего отца, Инесса Аркадьевна! Нашего, Инесса нашего! Юрий Петрович, простите, а почему вы? Юрий Петрович, а ваша сестра Аркадьевна? Да, она мне не родственница, она мне вообще не родная! Это я-то тебе не родная? Нет, они твою родные! Абред несут, как родные! Папа, вставай, пожалуйста, у тебя же не ноги сломаны, рука! Пойдем! Спасибо вам, Макар Ильич, Вера Васильевна, спасибо! Юля, я позвоню! Да! Юлечка, дедочка, а ты уверен, что ты... Мам, даже не начинай! Ну, начинай, мать! Юлёк! Держи, брат! Только не по лицу, я им работаю! Ты им торгуешь? Ой! Да, не будешь. Извини, что могу. За это спасибо. Ай, не по руке, она мне сломана! Вы же кино снимаете, можешь не прикидываться! Илья Аркадьевна, и Инна, дедушка, рука действительно у него сломана, а все остальное у нас по сценарию! А жена-то ему по сценарию! Боже мой! Да, только по сценарию! В жизни не получилось, нашел другой способ, за ты лохудрой крашеной сойтись! Почему крашеной? Это мой естественный цвет! Да хватит! Это гонорар! Ага, размечтались! А что мы сегодня ничего не получим? Почему? Вы можете прямо сейчас получить по своей наглой актерской розе. А в чем дело? Почему это вы? А что я помешал генералу оплатить счет? Ваш гонорар остался в ресторане! Простите, пожалуйста, а мой съемочный день сегодня будет оплачен? А за что вам платить? Вы работали не по сценарию! Вы не убедили родителей Юли не устраивать пышную свадьбу! Денег у меня нет! Что мне делать? Михаил, но я же не виноват, что моя игра нравится публике! Мой козырь – это мой талант! Много вы вот заработали своим талантом, а? Лучше вы так в карты играли! Послушай, со мной в театре уже давно никто не играет! Все боятся! Да, все боятся с тобой выходить на сцену! Это почему? Потому что ты не предсказуем! Брат, это то, что нам нужно! Гарик, я тебе сказал, забудь про казино и никогда не... Иначе Юля вообще не будет твоей! Единственный шанс заработать деньги на свадьбу – это казино! И пускай вот этот вот игрок отрабатывает свой косяк! Я согласен! Голосует двумя руками, даже загипсованный! Казино? Юра, ближайшее казино у нас в Монако! Эээ, есть места и поближе! Да вы что? Ну что, где наши объекты? О-о-о! Опять ты! Выписался из госпиталя на добровольных началах! Чего тебе не болеется, не лежит? Молчать! Докладывай! Сигнал принят! Объекты час назад расстались с генералом, поехали в подпольное казино! Ух ты! Ну что, будем брать? Не-не-не-не-не! Я хочу их взять во всей красе, как говорится, с полным поличным! Лев, ну ты смотри, что творит, а! пойдемте-ка познакомимся с этим фокусником! Юрий Петрович, пойдемте, пойдемте! Доброй ночи! Здравствуйте! Вы знаете, у нас впервые такой крупный выигрыш! Так я впервые к вам зашел! Что вы говорите, вам так сразу же повезло? Ну конечно, я теперь постоянно буду к вам заходить! А вот это вряд ли! Что? Ай! В чем дело? Ай! Ай! Ой! А это что у вас, милейший? Ой! Картишки! В трампунте в России вредители подложили! Тихо! 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 Ого! Дамы! Дамы! Брейк! Да видишь, какие дамы из-за меня борются! Тихо! 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 Сына! Папа из-за тебя все стерпит! Папа? 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 Ну и что ты тут делаешь? Откинулся, как говорится, по накатанной? Должок пришел забрать старый! Не боись, не хочешь меня видеть! Навязываться не буду! Ну, знакомьтесь! Это мой отец! Юра! Он же Гога! Он же Гоша! Он же Фарт! Он же Валет! Он же Юрий Александрович Валетов! Мошенник! Карточный шулер! Две судимости в розыске с 2000 года! В 2012-м задержан и осужден! Сегодня утром освобожден! Условно-досрочно! Хе-хе-хе-хе! Миша! Вот все, что мы пережили, это что, по сценарию? Да нет! Ну какой к черту сценарий? Тихо-тихо! Я люблю Юлю! Ну откуда мне было знать, что ее отец генерал? Кого мне надо было показать ее родителям? Вот этого вот! Или сказать, что я не знаю, где отбывает срок мой отец, да? Ну, и что теперь делать? Ну откуда я знаю? Я думал, что они увидят, что у меня есть нормальные родители, успокоятся! И заметьте, что очень хорошие родители! Да, настолько хорошие, что Юлькины решили сразу с ними породниться! Обаяние – это основа нашей профессии! Сынок, и ты вот этих хмарей подговорил играть твоих родителей? А за неимением настоящих – идеальный вариант! Спасибо, Мишенька! Вот настоящие похвала для артиста! Ну откуда мне было знать, что все это так далеко зайдет? Ну подожди, а ты что, теперь не хочешь жениться на Юле? Хочу, ну… Ну денег на свадьбу у меня нету, я хотел тихо расписаться, а сейчас что мне делать? Все? Все! Все свободны, свадьбы не будет! Юра, а что же нам делать? Нам надо женить Мишу! Он мне ведь как сын уже! Вы что, будете бесплатно на свадьбе работать? Опять благотворите! Идочка, ну пожалуйста, ну дай нам доиграть эти роли! Я же для него как отец! Почти! А я как мать! Почти! Так он у него родной отец есть! Пусть и отвечает за базар! Я отвечу! Значит так, по лагам закрываются, идите все по домам! Сынок, утром я к тебе заскочу! Утром, может, оно и мудренее будет! Сынок! Сыну! Сынок! Сыну! Сынок! Мишань! Пустишь! Что надо? Я помочь хочу! Где ты был раньше помощник? Когда мне нужна была твоя помощь! Знаешь, сына, лучшая помощь это когда не мешаешь! Вот это у тебя отлично получается! Давай топай! Подожди! На, держи! Это тебе точно не помешает! За ночь накатал? Ну и что ты хочешь от меня? На свадьбу-то пригласишь! Как ты предлагаешь себе представить генералу полиции? Ну, лучше как отца, конечно! Топай! Не кипятись! Можно как понятым свидетелям? Ладно, заходи! Надо в салон еще заехать и костюм купить! Поехали! Поехали! Вы к Мишане? А его нет дома! Мы к вам, дорогой Юрий Иванович, к вам! Вот проведут пришли! Ну, проведут ли? И катитесь! Не-не-не! Ты лучше пусти! А то весь подъезд узнает, что во доме поселился замечательный сосед, осужденный по статье 159! Заходи! Жди здесь, я позову! Ну, что ты хочешь, любилый? Я? Я хочу, чтоб ты популярно объяснил своему Мишане, чтоб он отвалил от Юли и забыл о Нине всегда! А что у меня с того? Ну, я закрою глаза на то, что ты нарушаешь условия УДО и играешь в подпольном казино! Или? Или я рассказываю о тебе генералу, и Мишане вылетает из универа, вообще из всей оставшейся жизни! А ты возвращаешься обратно на нары, отбывать свой законный срок! Или? А нет других или! Звони Мишане! Не дождешься, подло, сына не сдам! Серега! Значит, закуски утверждены! Отставить закуски! Никак не могу собраться! Все время разное количество гостей получается! Волнуешься? Ну, ничего-ничего, привыкнешь! Ой, завидую тебе! Женишься на той, кого любишь! Я тоже любил одну! А женились на второй? На третий! Игра! Рябчики в соусе должны быть обязательно! Как только я крикну, Федя, дичь! Сразу должны внести горячее! Понял? Самвейл будет, Федя! Отлично! А что ты не записываешь ничего? Я запоминаю! Молодец! Так, кто из вас будет невестовая мать? Я невестовая мать! Девочку, когда подводите к жениху, сразу начинается выездная регистрация! Голуби будут? В соусе? Почему в соусе? Живые? Живые голуби! А, живые! Да, будет, конечно! После регистрации вы пойдете на балькон и там будете запускаться! Вообще, это все надо с регистраторшей! Вот она, кстати! Аврора! Вы даже с ней сможете прорепетировать! Здрасте! Тигран! Самое главное! Не обсудили напитки! Вы мать невесты? Нет, я мать невесты! Я мать жениха! Тигран! 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 Отет! А я вот сейчас приеду в ресторан, и как только я тебя там не увижу, я его так и быть отпущу. А потом пройдемся по основным точкам в зале. Хорошо? Хорошо. Итак, я буду стоять у арки, жених будет идти от входа, заиграет торжественная музыка. Музыку включите, и я начну так. Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию бракосочетания. Извините, мне нужно только что сказать. Молодой человек, микрофон я вам сама передам в нужный момент. Вы понимаете, что это не по правилам? Это по правде. На самом деле, эти люди никакие мне не родители. Это актеры. Замечательные актеры. Моя настоящая мама давно умерла. Отец не тот человек, которому можно гордиться. Мне очень жаль, что я вас всех обманул, но я очень люблю Юлю. И мне не хотелось ее терять. Наверное, поэтому я решил показаться лучше, чем ее есть на самом деле. Простите меня. Артисты, значит? Придуривались, значит? А это не по сценарию? Уходим? Уходим. Черт знает что. О, Виталий, хорошо, что ты пришел. Вызывай срочно группу захвата. И этого подонка надо найти и обезвредить. Так точно. Я его из-под земли достану. Ты его достанешь из-под земли, я его в эту землю заролу потом. Алло. Разослать ориентировку по всем отделениям. Голиков Михаил Юрьевич. Фото сейчас отправлю. Ну, как же так, мам? Молокосос. Щенок. Что он себе позволяет? Я его посажу. Я его посажу за оскорбление чувств отца и офицера. Ой, Инесточка. Здравствуй. Успокойся, Макар. Иначе потеряем сегодня не только жениха. Успокойся. Легко тебе говорить, успокойся. Конечно. От меня же никто не убежал в восемь шестом. А все могло быть иначе. Я не убежал, Инесто. Прости, я не убежал. Я тебя не нашел просто, потерял тебя. Ладно, хватит. Что вышло, то вышло. А у тебя не прекрасная возможность не наделать ошибок хотя бы со своей дочерью. Инесточка, вот как вот... Ну как вот, зачем, я не понимаю, зачем ему нужно было вот это церковь с переодеваниями этими африканскими? Ради любви, Макар, ради любви. Но тебе этого не понять. Не понять? Что ты про меня знаешь? Юленька. Юленька. Доченька. Мама, оставь меня в покое, для меня все закончилось. Ну что закончилось, милая? Голубая ты моя. Все только начинается. Ты будешь счастлива. У тебя сегодня уже он выстроится очередь из женихов. И Виталик опять же, он мечтает на тебе жениться. Мама, что ты говоришь, какой Виталик? Тем он мечтает, фуражкой? Мне Миша нужен. А может, он просто хотел жениться на генеральской дочке. Поэтому и обманул нас всех. Просто боялся мне сказать. Не хотел меня разочаровать. А нам он что, тоже просто боялся сказать? У вас он просто боялся. Знаешь, мама, я чувствую, что в самом главном он мне не соврал. Я бы все на свете отдала, чтобы он сейчас был здесь. Моя девочка, ну что ты? Чи-чи-чи-чи. Слушай, по-моему, это ООН. Ну-ка, тормозней проверим. Голодой человек! Мужчина! Сторять! Ну вы совсем обалдели, что ли? У меня вообще какие-то права есть. А сейчас появятся обязанности. Все, ребят, свободно, спасибо. Ну что, убежать хотел? Отец сам простой. Ты попробуй проживи долго и счастливо. Или ты против? Нет. В смысле, да. В смысле, как? Пойдем, поговори. Прости, Юлечка, но я так боялся не понравиться твоей семье. Все как-то закрутилось. И ты зашел дальше, чем я предполагал. Дальше, чем ты предполагал? То есть ты уже не хочешь на меня жениться? Хочу. Очень хочу. Но как я мог представить своего отца-афериста твоему генералу? Ну и что, что генералу? Тебе хорошо говорить. У тебя отец афган прошел, а мой подарит мне утром велосипед, а вечером его проиграет. Игромания – это болезнь. Надо было сказать моей маме, которая умерла из-за него раньше времени. Послушай меня. Я тебя очень сильно люблю, и мне все равно из какой ты семьи. Обещаешь, что больше не будешь мне врать? Да. Юлия, готовы ли вы взять в мужья Михаила и быть с ним всю жизнь и в горе, и в радости? Да. Минуточку. Можно я скажу? Опять? Это не по правилу. Зато по закону. Дорогие гости, минуточку внимания. Перед вами уголовник, карточный шулер и катала Юрий Валетов. Этот замечательный господин – отец нашего жениха. Он решил в последний раз посмотреть на своего сына, прежде чем отправиться обратно на нары. Поаплодируем отцу жениха! Прости, сын. Макар Ильич, простите, я не хотел, чтобы он… Весь проходилец, мелкий, а я тебя еще не простил. Ты тоже хорок. Мы ж тебя похоронили. Юрк! Макар! Друзья мои, это мой боевой товарищ. Юрк Фадович, папа был в Афгане. Макар, радость-то какая! Пуля ведь черта не брала, везучий такой был. Фортовый, страшный. Ничего себе. За это мы и прозвали его фартом Юрк Фард. Он же мне жизнь под Кандагаром спас. Ну, пока. Гордись своим отцом, аферист. Уважай и гордись. Рора! Продолжать регистрацию. Мы сверху присядем. В знак вашей любви и верности прошу вас обменяться кольцами. Объявляю вас мужем и женой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова